добрый день дорогие друзья сегодня на видео отвечу на ваш основной вопрос который начал приходить достаточно часто на почту когда у меня люди спрашивают как научиться делать так же как вы вести людей точно так же как вы проводить эксперименты точно так же как вы опять таки когда люди спрашивают как у меня научиться по skype как у меня взять индивидуальные сеансы и так далее сразу рассказываю индивидуально с людьми я не работаю в принципе очень редкие исключения которые я делаю психотерапевтические проработки я с удовольствием помогу подобрать вам человека который вам поможет все что касается обучение по skype я считаю это более если я скажу это обманом это не обман да но это но такая полуправда потому что когда мы общаемся через интернет по skype мы воспринимаем информацию всего по двум каналам восприятия вместо пяти когда мы живем общаемся с человеком когда наши тела могут подстраиваться и когда наши тела могут методом копирования брать какие-то основополагающие моменты по состояниям по измененным состоянием сознания это вот в данном случае очень важно поэтому если вы заметили в нашем проекте все семинары проводятся живьем мы не работаем в интернете не проводим вебинаров онлайн вариантов и так далее хотя наверное с коммерческой точки зрения мы поступаем неправильно но если брать с точки зрения действительно обучения человека с точки зрения результатов то только живой вариант вот в серьезных психотехниках он пригоден как таковой да и это надо понимать поэтому все что касается онлайн у нас не работает но если вы находитесь в какой-то отдаленной местности и у вас нет возможности там куда-то приехать то хотя бы онлайн хотя бы с кем-то неважно тогда с кем главное начать потом со временем будут подвижки потому что все равно на самом раннем этапе развития вот если брать да вот первое с чего человек начинает он начинает с чувствительности без нее никуда пока вы не развили чувствительность толку от движений вперед не будет до никакого движения вперед не будет первое момент чувствительность второй момент если вы обратили внимание вся работа вот как я строю она строится в гипнозе классическом варианте да я изучала гипноз я изучала классические техники и отрабатывала речевки на стуле до когда представляла что там сидеть человека я все это дело отрабатывала на ним в какой-то момент у меня наступил период когда вдруг у меня внутри была достигнута определенная внутренняя тишина я начала работать в потоке все что я нарабатывала до этого мне перестала быть нужным я работаю абсолютно свободном режиме я никогда не готовлю заранее вопросы я никогда не готовлю заранее что я буду делать с человеком когда я сажусь потом вдруг начинает моя программа ума переключается из режима вовлечения меня во внешнюю игру в режим дешифрации информации мне начинает идти информация по конкретному данному запросу по этому человеку по этому видению вот потому что происходит и это всегда бывает в индивидуальном варианте уже когда мне нужна определенная информация я ее беру да всегда под задачу и это все тренировочный момент я ведь тоже нет молнии получила вот эту способность эта способность она пришла в результате тренировок что для этого нужно было чтобы что пройдено вот в реальности для того чтобы достигнуть момента когда можно жить и работать в потоке ведь на самом деле в потоке оптимально жить тогда складываются наилучшим образом обстоятельства тогда притягиваются нужные люди тогда тебе не надо стоять нигде в очередях тогда у тебя вот поток все заворачивается и ты всегда имеешь оптимальный вариант чтобы продолжать оставаться в равновесии и счастье для того чтобы продолжать оставаться в равновесии и счастье сперва это равновесие надо выстроить для этого надо решить те вопросы социальные бытовые которые вас окружают чтобы вас не было внутреннего зацепа за результаты это касается не только сверхспособности это касается вообще нашей бытовухи то есть должна быть комфортная обстановка вам должно быть уютно тепло вы не должны быть голодны у вас должны быть выстроены отношения, в том числе и сексуальные, у вас должны быть, должны быть, должны быть. Не должны страдать родители, и вы не должны страдать от них. И понеслось, понеслось, понеслось. То есть, когда у вас есть предмет, увлекающий вас в игру, сесть спокойно в медитацию вы не можете. Да, когда вы эти вопросы решили, тогда вы можете сесть, спокойно загрузиться в себя и отключиться от внешнего мира, погрузившись в мир внутренний. Вот тогда и начинается основная работа. Вот это те трансовые состояния, это тот поток, о котором по сути дела я и говорю. Что оказывается важным для того, чтобы отключить вот эту внешнюю реальность? Очень важно, чтобы у нас на диске хватало ресурса для дешифрации. На диске я имею в виду наш мозг. Дело в том, что так получается, что когда у нас голова забита разного рода ограничениями, программами, убеждениями, категоричностью какой-то, да, когда мы пытаемся кусок себя отрезать, сказать это научно, это ненаучно, и ну разные другие варианты, да. У нас место на диске занято. Мы не впускаем в себя нового, себя нового, и мы не позволяем быть себе настоящим, потому что мы-то есть все. Вот этот окружающий мир, это отражение всего того, что есть мы, да. И вот эти моменты с проработкой вот этих программ, да, они важны, потому что там же в этих программах есть вторичная выгода, там сокрыты ресурсы, там мы уже идем в магию, достаточно глубоко. Но это основа. Все равно прорабатывать это дело надо. Вот как-то, но у меня так и не получалось соскочить, и до сих пор не получается, то есть все равно один день в неделю я отвожу на то, чтобы, чтобы отрабатывать в себе неэффективные какие-то программы. И поэтому меня всегда очень удивляет, когда люди вот говорят, что вот так вот сейчас щелкну пальцем, и у меня все удалится, и я буду счастлив. Ну, классно, щелкните, посмотрим, насколько у вас все удалится, и вы будете счастливы. Возможно, в вашей реальности это так. В моей реальности это не так, мне приходится отрабатывать многие вещи. Для себя я выстроила систему, какими техниками я пользуюсь при работе, как я поднимаю неэффективные убеждения. Первый момент, который был для меня действительно важным, и я считаю, он очень много мне принес, это отработка перинатального периода. То есть в этот период у нас заложена информация, которая влияет на нашу дальнейшую жизнь, то есть такие кармические связи, которые все равно формируются в дальнейшем в какую-то ситуацию жизненную. И отработать перинатальный период, ну, на мой взгляд, важно. Для этого есть шикарная техника, ее можно пройти у любого официального тренера. В России их, благо, сколько? Наверное, 21 штука. А вот в Белоруссии, насколько я знаю, пока, наверное, первый только появляется, и то не знаю, появился ли до конца, но во всяком случае скоро появится. Это техника РПТ. Техника РПТ, ее имеет смысл взять на заметку как исключение. Почему? Потому что это, по сути дела, единственная техника, которую имеет смысл взять в полном объеме, я имею в виду первой-второй курсы, именно для того, чтобы у себя отработать перинатальный период. Все остальное дальше по выбору, то есть какими техниками пользоваться и отрабатывать дальше программы. А дальше имеет смысл взять какой-то инструмент, который подходит именно вам, и отрабатывать программы не чесом, как это говорят, когда, например, в Тета-Хилинге читают кучу программ, и говорят, вот это, вот это, вот это, все подряд под удаление, или там такие же есть штуки в кинезиологии, можно встретить. Нет, ребят, удаляется все под задачу. У вас сейчас всплывает какой-то резонанс в теле на уровне чувства, ощущений, у вас есть какая-то внешняя реакция, под эту реакцию вы идентифицируете свои чувства, ощущения, и погнали. И потом уже отрабатываются программы под задачу. Потому что если вы будете гнать чесом, ну вот сегодня как раз отвечала на вопрос, ну вот представьте, вы взяли молоток и просто стучите по бетонной плите. Херячите, херячите, херячите. Вы же устанете? Устанете. Вы разобьете бетонную плиту? Не разобьете плиту. Сколько бы вы ни старались, когда вот вы просто молотите, у вас это будет пустая работа, которая ничего вам не даст. Но если у вас есть молоток, есть бетонная плита, и вы знаете, что от нее надо отколоть вот этот вот крайне маленький кусочек, вы же отколете. Отколете. Вот так под задачу и решаются все вещи с нашими программами. То есть возникает ситуация, ситуацию мы закрываем. И дальше просто надо иметь инструмент, с которым вы будете работать. И вот здесь очень интересно. Из техник, есть техники ментальные, есть техники энергетические, есть техники физические. То есть вот планы разные. Так вот, результат всегда будет тогда, когда все три плана отработаны. Это ответ еще на один вопрос. Сейчас очень много стали задавать опять люди по онкологии, по тяжелым заболеваниям, когда мне пишут и говорят, посоветуйте нам волшебную палочку, чтобы мы вот ничего не делали и нас вылечили. Зачастую с такими же запросами приходит на травничество, чтобы вот я посоветовала там какие-нибудь травы, причем обращаются ко мне, они к Елене Викторовне, чтобы посоветовали травы, которые молниеносно избавят вас от всех проблем. Господа, от всех проблем избавят только кладбище. А если вы хотите жить в здравии и играть в игру под названием «Жизнь», значит, надо отдельно отработать ментальный план, отдельно отработать энергетический план и отдельно отработать физический план. И это все из состояния, чтобы базовое состояние было любовь и радость. Просто? Просто. На самом деле это просто. Это действительно просто, когда вы понимаете, что вы делаете. Но если вы не понимаете, что вы делаете, самое сложное вот в этом моменте, да, это сместить точку восприятия мира в себя. Что значит сместить точку восприятия мира в себя? Это значит, вы в себя переносите ответственность. Вы в себя переносите все программы базовые, касательные того, что мир формируется, исходя из вас. Не кто-то виноват, а вам выгодно его обвинить. Не кто-то там обуза для вас, а вам выгодно, чтобы он сейчас так проявился по отношению к вам. Вопрос, зачем вам это надо, да? И вы находите в себе и раскручиваете. То есть центр внимания полностью находится в вас. И вы вдруг заметите одну очень шикарную штуку. Все ваши программы и убеждения на какой-то ветке корневой сольются в претензии к Богу. Но очень интересная штука, если подумать дальше. Я сейчас закину, вы думайте, потому что там даже техники есть на это дело, которые вот если кому надо, за три месяца можно мозг вынести так, что полный переформат будет. Вопрос, выдержит ли психика. Если мы все претензии выносим в Бога, следующий момент, о чем подумать. Но Бог же рождается где? Бог же это продукт нашей психики. Он рождается в какой момент? В момент, когда появляется первая дуальность. Есть только я, как субъект восприятия, да? Как объект восприятия. И есть Бог. Я не я. Бог мое отражение. И тогда претензии к Богу, это претензии ко мне. Ведь Бог это продукт уже моей психики. Круто? Круто. И тогда все корневые программы, которые строятся на вине, на обиде, там еще, 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 они куда сольются? В программы я не люблю себя, я не нужна себе, я не свободна. Ну еще там пару штук. Все, я на этом замолкаю. У вас есть о чем подумать. Момент, точка, где собираются все программы. Один раз выкорчевав, выкорчевав снизу, подкопав хорошо корень, можно верхние настройки изменить все. В кратчайший период времени. В кратчайший. Для этого надо иметь здоровую психику и желание, и понимание. Но, господа, без, без, без проработки программ внутренней тишины не будет. Ну там будет еще и принятие мира, и всего-всего, там всего много. Ладно, все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok